Nintendo Wii это не просто консоль, а приставка, изменившая всю игровую индустрию. Выходя в одно время с такими титанами, как PlayStation 3 и Xbox 360, она обогнала их по продажам. Все потому, что большая N не просто предложила людям новую консоль, а новый способ играть. И сегодня я расскажу, в чем же была главная особенность Wii, чем она была революционна, и главное, стоит ли ее покупать спустя 15 лет. Давайте начнем. Но начать историю стоит с прошлой домашней консоли Nintendo GameCube. Она провалилась, так как не выдержала напора PlayStation 2. Но в отличие от Sega с DreamCustom, которые после этого перестали заниматься консолями, дела у Nintendo шли неплохо. Ведь их портативные консоли, GameBoy, а затем DS рвали все рекорды продаж. GameCube же просто лежал на полках магазинов, поэтому в 2006 с новым поколением Nintendo его заменяет. Представляют Wii ее главную суперфичу, новый контроллер. И чтобы понять, что крутого в этом контроллере, давайте углубимся в историю. Еще с 80-х геймпады у консоли были крайне похожи. Super NES и Sega, PlayStation и Nintendo 64, PlayStation и Xbox и GameCube. Визуальные контроллеры разные, но суть у них одна. Два джойстика, триггеры и так далее. И сделано это не потому, что так удобнее всего, а ради удобства разработчиков. Чтобы игру с одной консоли можно было портировать на другую и не переизобретать заново управление. Именно поэтому все консоли так похожи друг на друга. Любой отход от канонов обычной приставки карался провалом. Вспомнить ту же Virtual Boy, консоль в виде шлема виртуальной реальности, конечно же ее ждал провал. Так вот, никому до Nintendo не удавалось разрушить эти долбанные каноны. А они взяли, представили Wii и послали всю игровую индустрию к чертовой матери. Вместо обычного геймпада в комплекте шел motion controller. Небольшой пультик, которым для игры нужно было размахивать во все стороны. К нему идет нунчак, контроллер для второй руки. На нем есть один единственный джойстик. И казалось бы круто, ты не тыкаешь в кнопки на диване, а машешь контроллером со всей дури, но Nintendo этим полностью закрыли для Wii нормальную мультиплатформу. Ведь чтобы обычная игра работала на Wii, в ней нужно было полностью переизобретать это самое управление, адаптировать его под motion, мать его, контроллер. И получилось так, что все AAA хиты, которые выходили на Xbox и на PlayStation, в них невозможно поиграть на Wii, потому что контроллер необычный. Плюс у консоли крайне слабое железо, в разы слабее, чем у Xbox и плойки, поэтому та же GTA 4 на ней просто бы не запустилась. Тем не менее, несмотря на все причуды, Nintendo Wii это самая продаваемая консоль седьмого поколения. Пока коробка и мылостанция боролись за отметку 80, Nintendo взяла 100 миллионов копий. Но как она взяла эту цифру, если на ней нет привычных игр вроде GTA 4, Battlefield 3, да вообще ничего знакомого? Об этом позже, а сейчас и самой Wii. В первую очередь удивляет размер консоли, она раза в три меньше, чем тот же Xbox. И это неудивительно, начинка в ней такая компактная, что народ разбирал Wii и превращал ее в маленькую портативку. И стоит отметить, этот маленький кусок Nintendo невероятно стильный. 10 лет назад у меня была черная Wii, это же канонически белая и какой же красивый у нее контроллер. Глянцевый белый пластик, прозрачные кнопки, все в стиле IPLA, как я люблю, поэтому каждый раз, когда беру контроллер в руки, просто кайфую. Но самое крутое это дисковод. Он челевой и когда зажевывает диск, светится синий подсветкой. Очень красиво. Но вот забавная история. Эта петелька на руку появилась в консоли не сразу. Первый Nintendo Wii продавали без нее. И чтоб вы думали, люди так увлекались игрой, что при очередном взмаке контроллера, он иногда выскальзывал и улетал в телевизор. После тысячи писем о разбитых телевизорах, Nintendo начали раздавать эти петельки бесплатно, а заодно раздавать вот такие вот силиконовые чехлы. Естественно, все это шло в комплекте с новыми консолями. И с тех пор перед каждой игрой вам настоятельно рекомендуют застегнуть контроллер на руке, а то жалко будет телевизор. Но это не все инновации, в комплекте идет сенсор бар. Объяснять смысл не буду, объясню как работает. Кладете у телевизора, направляете контроллер и видите на экране курсор, которым можно вот так вот управлять. Работает круто и довольно точно, поэтому Nintendo респект. И да, все менюшки, звуки в них просто сказочные. Красивая анимация и классная музыка, один из моих любимых консольных интерфейсов. А треки из-за приложения для создания Mi Avatar вообще стал хитом. Наверняка вы его слышали в каком-нибудь ремиксе. Ах да, еще одна фича, не аватар. В консоли вы можете создать своего 3D персонажа, например похожего на вас. Подобрать ему волосы, рост, вес и так далее. И все ради чего в некоторых играх с помощью своих аватаров можно играть. Причем создать их можно много на всю семью и получается довольно весело. Также консоль полностью совместима с геймкубом. Настолько, что в ней есть порты для джойстиков геймкуба, для карт памяти. И конечно же привод жрет как обычные DVD, так и маленькие геймкубовские диски. То есть на Wii можно поиграть во все игры от геймкуба, но для этого вам нужен джойстик и карта памяти. И вот хвалил бы я эту консоль бесконечно, но в ней есть одна проблема. В отличии от плойки и бокса, в ней нету HDMI выхода, то есть вообще. Поэтому к современному телевизору или монитору, где есть только HDMI, ты консоль не подрубишь. Только древний AV или китайский переходник, который так себе. Поэтому, чтобы поиграть в Wii, мне пришлось одолжить китайский микротелек. На нем я всю дорогу играл. И картинка у консоли даже не HD. Хуже всего смотрится меню. Но если честно, в играх это не так уж заметно. Консоль в принципе не пытается вас удивить графикой, она удивляет геймплеем, поэтому даже в 2021 году Nintendo Wii все еще играбельно. А во что играть, сейчас расскажу. Теперь о тех, благодаря кому этот ролик выходит. Ребята из XD Design прислали мне новинку. Рюкзак Bobby Soft. Главное отличие от старых, он мягкий и может менять свой объем. Происходит это с помощью хитрой системы молний. Застегиваем влевый, получаем 16 литров объема. Застегиваем вправо и получаем 13. При этом, как и другие Bobby, он имеет защиту от форов. У него скрыты молнии и карманы. А материал устойчив к дождю. Крутая фишка антиворовской замок. Он хитрый, поэтому посторонний быстро его не откроют. Еще есть внешний USB для зарядки всяких гаджетов. Кладете в рюкзак пауэрбанк и вперед. Про карманы. Один на спинке для всяких документов в защите RFID. Один на лямке для карты. Также на спинке есть лямка для крепления на чемодан. Внутри отдел для 15 дюймового ноута, пары карманов. Остального места хватит, например, на фотик, водичку и всякую мелочь. Отдельная приятность – съемный карабин для ключей. На рюкзаке есть цветоотражащие элементы, а сделан он из экологичных переработанных материалов. И важная инфа, рюкзаки Bobby часто подделывают, покупать их нужно только на официальном сайте. Там на выбор 5 цветов, а по промокоду ZMPRO вы получите скидку 20% на все рюкзаки Bobby. Торопитесь, промокод действует всего 2 недели. Короче, софт отличный и легкий рюкзак на каждый день. Рекомендую и сам буду носить. Вы удивитесь, но самой популярной игрой на Wii является не Марио, и даже не Зельда, а Wii Sport. Просто потому, что эта игра лежала в комплекте с каждой консолью. Эта игрушка демонстрирует все прелести этого контроллера. Можно играть в теннис махая им как ракеткой, можно играть в боулинг или фигачить в бокс, но самое крутое – можно играть вдвоем, вчетвером, то есть всей семьей. И в этом и таится секрет консоли. Она семейная и собирает людей у телевизора. Игра в боулинг устраивает всех, от детей до стариков, и за счет такой широкой аудитории Nintendo и продали 100 миллионов консолей. Пока Sony и Microsoft пытались в лучшую графику, эксклюзивы, Nintendo выпустила простую семейную консоль и сорвала куш. Многие даже игры под нее не покупали, комплектного Wii Sport было достаточно. Так вот, через время вышло продолжение Wii Sport, Wii Sport Resort, и самое интересное, для игры требовался улучшенный контроллер с технологией Motion Plus. В новых пультах он встроен, как у меня здесь вот написано. Для старых, Motion Plus продавался как такой набалдажник снизу. Именно такой контроллер у меня был 10 лет назад, и играл я как раз-таки в Wii Sport Resort. Изо всех мини-игр мне больше всего нравились велозаезды, это когда ты вот так вот машешь контроллерами 5 минут и типа вот крутишь педаль на велосипеде. Разумеется, называть вот это реальным спортом было сложно, для настоящих тренировок продавалась игра Wii Fit. Для ее работы требовался аксессуар Wii Balance Sport, это такая доска, которая чувствует нажатие на левую или правую половину, и с помощью нее можно было ходить, тренироваться, заниматься йогой, все это на игровой консоли. И это не шутки, Nintendo Wii иногда реально использовали как инструмент для фитнеса. А аксессуаров под нее было много. В основном куски пластмассы типа руля, пистолета, куда вы вставляли контроллер и получали типа настоящую пушку, но самым интересным, как по мне, был как раз таки этот балансборд. Но главный его минус, игр под него было немного. Но одна из них у меня была и называется Raymond Rabbids TV Party. Господи, как я обожал эту игру. Если кратко, она о безумных кроликах, пытающихся вести ТВ-программы. Состоит она из кучи мини-игр, и в некоторых нужно использовать балансборд. Иногда вставать на него, а иногда садиться и управлять игрой с задницей. Да и просто я обожал этих кроликов, аниматоры очень постарались, они творят невероятно смешные вещи, рекомендую поиграть, если у вас есть Ви. Но тут вы скажете, да, все это махание контроллером в боулинг это прикольное, но как с помощью него играть в более серьезные игры? Давайте посмотрим на примере Зельды. Называется она Skyward Sword. Бегаем мы с помощью джойстика на нунчаке, а машем мечом в буквальном смысле. Для удара нужно махать Ви молотом в разные стороны, и как же это круто. Разрубить врага можно вертикально, горизонтально, можно кольнуть его, меч следует за движением вашей руки. Стоит и мне говорить, насколько это интересно, в отличие от простого тыканья в кнопки. Похоже, управление реализовано в игре Булли. Это один из трех проектов, выпущенных Rockstar для Ви. Но в отличие от Зельды, машем мы просто кулаками. Можно удохать врагов как ты хочешь. Можно правой рукой, можно левой, можно использовать всякие приемы и выучивать их. Сама игра, на мой взгляд, проходная, самое интересное в ней это способ управления контроллером, но, зная, что у игры есть фанаты, если чего не обижайтесь, мне просто не зашло. Но главный вопрос, как играть в шутеры без второго стика? Об этом нам расскажет один из первых FPS на Ви, Red Steel 2. Ты направляешь мод в сенсор бар и курсором целишься в врагов. Как по мне, нифига неудобно, но может быть кому-то и нравится. Так что если на Ви и есть годные игры, то это специальные проекты под нее. В мультиплатформы с таким управлением играть сложно. Тем не менее, многие издатели выпускали версию под Ви, получалось из этого разное. Например, части Call of Duty выглядели так плохо, что какой-то чувак вел рубрику на ютубе, как та же самая Black Ops выглядит на Ви. Типа, да, вам дают поиграть в игру, но в очень забавной графике. Еще хуже дела у моей любимой антологии Need for Speed. Вот так Hot Pseud выглядел везде, а вот так на Ви. И дело здесь не в контроллере, а в железе. Приставка просто не потянет нормальной версии. Но так, не со всеми играми, тот же Carbon вышел в полноценном, тачкой вы управляете с помощью наклона контроллера в лево и право. Сделано управление кривовато, но из-за, видимо, ностальгии мне довольно понравилось. Еще на Ви выходила эксклюзивная часть NFS под названием Nitro. Всегда мечтал в него поиграть, и наконец-таки мечта сблась. Но ничего особенного, обычная семейная аркада, максимально похожая на Mario Kart. И да, не беспокойтесь, и Mario Kart, и Super Mario, и Mario Galaxy на Ви присутствуют, и как всегда, они бестселлеры консоли. Короче, Nintendo Wii оставила четкое ощущение, это классная консоль, которая даже сейчас может подарить новый игровой опыт. Но познакомился я с ней не сейчас, она у меня была 10 лет назад. Мне было 10, и что тогда произошло? Я поигрался с ней годик, понял, что на ней нету нормальных игр, ну для меня лично тогда, и выпросил родителей Xbox, и дико кайфовал. Тут еще стоит отметить, что после успеха Ви и ее моушн-контроллеров, Sony и Microsoft решили немножечко потоптаться на ее поле. Sony представили PlayStation Move, сами знаете, что это такое, такие светящиеся контроллеры. А вот Microsoft поступили оригинально, не представив Kinect. Это камера, которая распознавала ваши движения, и с помощью своего тела вы и играли в игру, то есть вам даже не нужен был джойстик. Надо бы до него добраться, но, кстати, Microsoft еще сперли ми-аватары. Представили своих 3D-персонажей, которыми можно было, о ужас, играть в игры. Как же похоже на одну консоль. Но Ви я реально рекомендую к покупке в 2021 году. Стоит она 3-5 тысяч рублей, взламывается легко, а эмоций дарит больше, чем любая игра за эти деньги. Учитывайте, конечно, что в ней нет HDMI, далеко не современная графика, но одна вещь обеспечена. Весело проведенное время. После Ви у Нинтендо была провальной консоль Виу, моушн-контроллеры зачем-то заменили махиной с экраном, семейная ориентированность просто испарилась, и продали ее прям очень мало, 13 миллионов консолей, то есть купили ее только фанаты. Зато после Виу вышел супер успешный свитч, про который я рассказывал, у него мошн-контроллеры H2, оба крепятся к корпусу, вот такая история о том, как Нинтендо перевернули мир видеоигр. Перевернули так, что конкуренты стали на нее равняться, слезали все под копирку, тем не менее, Ви крутая консоль, и я рад, что обзор на нее наконец-то сделан. На этом все, если еще не подписаны, самое время подписаться, не забывайте про телегу, группу ВКонтакте, на этом все, всем спасибо и пока.